В сегменте микроавтобусов или, если хотите, больших минивэнов, так как грань между этими классами чрезмерно тонка, эталоном принято считать Volkswagen Transporter, а также его производные Multivan, California и далее по списку. Однако Hyundai решила придерживаться принципиально иного сценария. Их стария, в отличие от Transporter, демонстрирует совершенно легковую конструкцию с поперечным расположением мотора, передним приводом и независимой задней подвеской. Благодаря такой концепции инженерам удалось обеспечить низкий уровень пола, одновременно задрав крышу максимально высоко. Это означает удобную посадку, а также комфортное перемещение пассажиров внутри салона. Собственно, вариантов салона может быть несколько. Первый – это трехместная кабина, за которой скрывается пятикубовый грузовой отсек. Но фотографий коммерческого исполнения корейцы пока не предоставили. Пассажирская модификация именуется Tourer. Ее четырехрядный салон рассчитан на 11 посадочных мест. Но для первого и второго рядов можно заказать по паре раздельных кресел, чтобы машина была девятиместной. Топовая стария носит приставку «Премиум». Ее легко опознать по фирменной решетке радиатора, более крупной оптике и необычным 18-дюймовым колесам. Вдобавок к такому однообъемнику полагается расширенная хромированная отделка. Для девятиместного «Премиума» предлагается докупить виртуальные приборы, кожаную обивку сидений, премиальную акустику, вентилируемые кресла и стеклянную крышу. Отдельная опция – роскошный семиместный салон. Основным станет турбодизель мощностью 177 сил, к которому готовы ассистировать шестиступенчатая механика и восьмиступенчатый автомат. Но на некоторых рынках также появится большой бензиновый атмосферник. В основе модели лежит современная платформа N3, на которой концерн построил уже 11 машин – от Карнивала до Тусана. Это значит, что дальше появятся гибридные, электрические и полноприводные вены. Притом привод 4х4 для Кореи уже заявлен. К слову, корейские цены от 20 до 40 тысяч долларов можно считать почти демпингом. На нашем рынке стария перейдет на смену модели H1 после небольшой паузы, а точнее осенью нынешнего года. Любопытно будет понаблюдать, как россияне встретят автомобиль, спроектированный изнутри наружу, то есть заточенный на простор и функциональность салона. Уж слишком сильно он выделяется на фоне одноклассников. Редактор субтитров А.Семкин